Кантонский язык, самый известный из китайских языков, реальный конкурент Путунхуа, широко преподается, между прочим, на Западе, и даже есть курсы кантонского языка, всевозможные в интернете, его в данном случае можно освоить легко. И, в общем, был вариант, что вообще вместо этого Путунхуа северного как стандарт выберут южный, но не выбрали. Теперь все южные китайцы мучаются, потому что они нихрена не понимают на том стандарте, который вводится. Но об этом я уже в разных контекстах говорил. Значит, нужно развести понятие, опять же, юэ и кантонский язык. Значит, юэ – это диалектная группа, то есть юэ – это весь язык провинции Гуандун, который может быть разный. Кантонский язык – это столица, значит, Гуанчжоу, столица, которую по-французски называют Кантон. Естественно, что как бы стандартом для всей провинции, для всей области был язык ее столицы, как обычно. То есть можно так вот представить себе Гуандун как государство отдельное, да, в нем есть Гуанчжоу, он же Кантон, и язык лингва-франка – это язык для общения по всей провинции Гуандун, это язык столицы. Он же, естественно, больше всего кодифицированный, на нем масса литературы и так далее. То есть, в принципе, можно считать вот отдельным государством, в котором вот такой вот язык кантонский, который, в принципе, уже стандарт, по сути, имеет. Официально признанного стандарта нет, но вот преподавая этот язык всячески на Западе, продолжая на нем множество текстов писать, по сути, стандарт есть. То есть стихийно сложившийся стандарт, по сути, кантонский уже полноценный язык. На нем обширная Википедия, между прочим. Ну так вот, Юэ – это, по сути, диалектная база этого кантонского языка. То есть это различные диалекты вокруг кантона. Там тайшаньский и прочее еще есть. Ну, для простоты я все в один клип помещаю, для простоты я все это буду называть кантонский язык, потому что стандартизированная литературная будет стадия этого всего, это будет именно кантонский язык. Ну, в связи с тем, что, как и в России, им размыли искусственно китайцам все это языковое самосознание, они часто никак свой язык не называют. То есть им внушают, что у них язык Путунхуа, который на самом деле не их язык. В связи с этим они часто свой язык называют просто, значит, Баква, то есть простой язык, то есть то, что Байхуа называется на Путунхуа-то, да? Ну, или просто говорят там, я вот оттуда, или там, гуандунский язык могут говорить, Куантунва и так далее. То есть просто называют по городу, в котором они находятся. Значит, число носителей, если брать конкретно кантонский, то 70 миллионов человек, плюс все вот это со всей периферии, наверное, около 100. То есть если брать весь Юэ, то есть со всеми диалектами, наверное, около 100 миллионов, и как минимум 70 миллионов человек точно носители кантонского диалекта, из них многие не знают Путунхуа. Есть же помимо территории, контролируемые китайскими националистами, сначала Гоминданом, а потом Компартией, которые в плане национализма от Гоминдана ничем не отличаются, собственно, и вышла из Гоминдана. Ну так вот, помимо этой территории, на которой Путунхуа внедряется, есть Гонконг и Макао, которые контролируются европейцами, и где не могут внедрить Путунхуа, значит, китайские националисты. Поэтому вот как раз получилось, что кантонский – это язык Гонконга и Макао, а также Гоминдан не контролирует эмиграцию. В результате всей этой гражданской войны, потом прихода к власти коммунистов, огромное количество китайцев выехало. И вот там, допустим, в США и в Канаде, они же не могут заставлять всех говорить на этом своем пекинском языке. Там продолжает функционировать кантонский. То есть вот основные зоны, где свободно, значит, употребляется кантонский, где на нем продолжают создавать тексты в огромных количествах, и даже преподавать его иностранцам, это Гонконг, Макао и вся китайская диаспора, в особенности американская. Где там они все образованы, там многие китайцы входят, богатые есть. Естественно, они продолжают на своем кантонском говорить, и Компартия заставить их не может говорить на пекинском языке. Значит, в такой ситуации, опять же, считать это диалектом китайского или отдельным языком, зависит от политической позиции, но политическая позиция, что это диалект, очевидно лживая. Вот опять же, это уступки, так сказать, человеческой дурости, когда очевидный язык, кантонский не походит даже в грамматических категориях, это сильно отличается от путунгхуа. То есть это даже больше, чем славянский, как я говорю, потому что там грамматика другая, другие грамматические все. Там слова типа нет, другие. Там или не знаю, показатели там родительного падежа, да, посисив, там другой в кантонском. То есть грамматика другая, совершенно непонятно путунгхуа. Там единственное, что языковой союз, то есть тоже тоновой язык, тоже аналитический язык, но там и вьетнамский такой же, там и тайский такой же, они просто похожи и структурно. Но это другой язык, очевидно. Называть это китайским диалектом, это просто вот типичное в авторитарных странах вранье. Это то же самое, что называть русским диалектом северный. Новгородский язык, северные русские языки называть русским диалектом, они не имеют отношения к придуманному в Москве стандарту. Они возникли раньше, то есть новгородский язык там с 9 века у нас, значит, а стандарт московский 18 век на основе московского там языка церковнославянского и других языков. Ну, про это я в других клипах подробно рассказываю. В общем, в Китае та же история. Значит, совсем другие языки людей заставляют врать, что это диалекты, значит, китайского, то есть диалекты пекинского языка. Но там это виднее, потому что там сохранились диалектоносители, а у нас при Сталине внедрили окончательно стандарты, у нас диалектоносителей нет. То, что сейчас является, так сказать, русскими диалектами, это остатки просто этих языков, которые раньше были отдельные, то что все перешли на стандарт. У нас перешли на стандарт в войну. Примерно в 40-е годы окончательно диалекты вымерли, так называемые диалекты русские, то есть по сути устные языки славянские местные. А в Китае не вымерли, и там огромные эмиграции, которые продолжают поддерживать, допустим, тоже кантонский, шанхайский частично и так далее. Но самый сильный из всех вот этих альтернативных региональных китайских языков, это точно кантонский. У него развитая совершенно уже там и лексикография, и словари, и иероглифы они, собственно, сочиняют. Письменность резко отличается у кантонского. Все вообще отличается. Ну да, значит, есть письменная форма кантонского диалекта, в которой придумали множество новых иероглифов. Кроме того, так как они эмигранты, они же не признают все коммунистических иероглифов поголовно, даже на Тайване они не признают. То есть они пишут в старых иероглифах, которые более сложные. Визуально это очень сильно видно. Но в принципе коммунистические иероглифы это скоропись. То есть это упрощенное написание, они походят внешне. То есть меня, естественно, учили в коммунистических иероглифах. В традиционных я могу читать, но сложно. То есть надо догадываться, что вот этот знак усложненный. Ну, слава богу, я еще учил японский, и японский ближе к традиционным. Японский тоже упрощенный, но ближе к традиционным. В целом я что говорю, что традиционное читаемо. Читаемо, но с трудом. Человеку, которого набито на путунхуа. Вот поэтому графически отличается. Когда южнокитайский, сразу видно, что южнокитайский, потому что иероглифы, во-первых, традиционные, а во-вторых, они начиняли новых. И вот эти новые, которые они начиняли, это у них всякие грамматические частицы, то есть новые у них часто употребляются. То есть там сразу видно, что много иероглифов, вообще которых нету. Ни в каком другом китайском языке, только в кантонском. Просто распространенное мнение дебильное, что якобы все китайцы пишут одинаково, но читают по-разному, это полная хуйня. Пишут тоже по-разному. Шанхайский диалект, его в 16 веке, извините, тоже иероглифами записывали, но четко видно, что это шанхайский язык и совершенно не байхуани, не пекинский. Уж тем более кантонский. Четко видно, что другой язык по иероглифической же записи. Ну, кстати, об этом я по ходу клипа еще немножко расскажу про иероглифы эти кантонские. Ну, и история, значит, примерно какая. Южные территории завоеваны в империю Цинь. Там, по всей видимости, было что-то типа вьетнамцев современных, то есть какие-то были языки родственные вьетнамскому, они выступили в качестве субстрата, с одной стороны. С другой стороны, северный язык больше изменился. Северный язык все время под ударами монголов находился, и он упрощенный. То есть вот пекинский язык, который внедряют, он упрощенный и более модифицированный, более отличается от старокитайского. А южный язык сохранил много архаических форм. То есть южный язык, это с одной стороны более старый, а с другой стороны, это наложенный китайский на вьетнамский. Вот эти две вещи, они там постоянно влияют и создают сильное многообразие. Значит, какое-то время была столица на юге, вот я говорю, что династии Суи и династии Танг. У них государственный язык, по сути, был южнокитайский. Это было плохо заметно, потому что все равно пытались писать на Виньяне, но все равно там Виньяне проскакивает, что пишут люди, которые реально говорят на южнокитайском. Ну, потом, значит, была империя Цин, которая по-прежнему водила везде в Виньянь, то есть язык, на котором никто не говорит. Вот. И в империи Цин была, значит, ограничена торговля с иностранцами. Иностранцы могли торговать только через Гуанчжоу. В результате иностранцы, они выучивали именно кантонский диалект. То есть, чтобы торговать с Китаем, нужно было, конечно, кантонский знать, потому что на нем, собственно, торговля велась. Когда европейцы захватили Макао и Гонконг, то в них тоже употреблялся именно юэ, то есть южнокитайский язык. Вот. И, соответственно, первые описания китайского получились тоже, в общем-то, на кантонском. Потому что до пекинского языка у них руки не доходили никак. Надо сказать, что все основатели революционного китайского государства после Сен-Хайской революции, после 1911 года, все основные революционеры были на юге. Как я подробно рассказываю в своих обзорах по истории. В частности, Суньи Цен был тоже из Гуанчжоу, и у него тоже родной язык кантонский. Чанкайши тоже у него родной язык кантонский и так далее. Но эти ребята были жуткие националисты, и они хотели создать единую китайскую нацию. На мандарин, на путунхуа, кстати, в этот период наезжали. Именно вот по тем пунктам, которые я все время упоминаю, что мандарин – это смесь китайского с монгольским или с манчжурским. И это там заметно. Манчжурский язык тоже агглютинативный, походит на монгольский. Мандарин, то есть путунхуа, эволюционирует к какому-то языку, напоминающему там монгольский или тюркский, то есть с окончаниями там, с агглютинативными. Это там сильно-сильно-сильно заметно. Для тех, кто знает мандарин, они понимают, о чем я. Там, допустим, окончание множественного числа возникло, и там прочая всякая ересь, которой вообще-то не было в Уньяне. Так вот, обсуждали эти все революционеры, какой нам язык взять за общий китайский. И говорят, что было голосование, на котором обсуждался действительно вторым вариантом был кантонский, либо кантонский берем, либо пекинский. И с перевесом в небольшое количество голосов победил пекинский. Ну, аргументы в сторону пекинского какие? Что на нем говорили чиновники, на нем понаписали тоже романы, да на всем понаписали романы к тому времени, и шанхайских романов много было. Ну, в общем, так или иначе, короче, решили все-таки Пекин столица, и пекинский язык брать за основной. После чего, значит, гомендантам с участием всяческой интеллигенции пекинский язык допилили до состояния современного патунхуа, то есть создали полуискусственный развитый стандарт, и доблестно, революционно его внедряли еще с 20-х годов, запрещая повсеместно все остальные китайские языки, в том числе родной кантонский язык. Вот, в общем, ребята свой язык в жертву принесли своим идеям о единстве китайской нации. Тем не менее, как я уже говорил, на территориях неконтролимых националистами он остался, и гонконгские фильмы, вот это там же в Гонконге еще и кинофабрика, фильмы там все эти китайские снимают, блин, на кантонском, а потом переводят их на патунхуа, потому что, ну, в Гонконге никто не говорит на этом патунхуа. Дальше возникла музыка кантопоп, которая вообще распространила на основном Китае, распространила моду на кантонском языке петь, потому что кантопоп, он полностью на кантонском идет, в общем, и доходит до того, что специально учат, даже северные китайцы учат кантонский язык, чтобы вот правильно петь, подражать исполнителям из Гонконга. Ну, Гонконг это тоже мощно, это практически второй же Китай капиталистический, так что Гонконг, он может продвигать свои бренды, в том числе и кантонский язык. Ну, и, в общем, определенно есть, да, социальная оценка, все-таки патунхуа это язык коммунистический, ну, или гаминдановский, да, а кантонский это язык капиталистический. А капиталистических китайцев тоже дофига, и в диаспоре, и в этом Гонконге, и так далее. Ну, вот такие вот дела. Да, возможно, поэтому продолжают жестко вводить, собственно, в Гуандуне патунхуа. То есть, для коммунистических властей провинции Гуандун, теперь кантонский язык это язык Гонконга. Поэтому в жесткой форме, там наказывают школьников, допустим, маленькие там 7 лет, что вот хотят от ребенка, все вокруг говорят на этом кантонском языке, он приходит в школу, тоже на нем говорит, вот они наказывают жестоко маленьких детей, что в школе запрещено говорить на кантонском языке, только на северном языке. Ну, то есть, вот стресс для ребенка, да, вот из семьи вырвали, в школу отправили, да еще и в школе запрещено говорить, надо в школе полностью новый язык учить, короче, и только на нем разговаривать. Вот такие вот дела вытворяют там коммунисты в плане истребления устных языков. Значит, помимо кантонского диалекта, я вот говорил, что ЮЭ, это немножко другое, есть какие еще там диалекты, значит, тайшаньский диалект, тоже довольно распространенный, и в Америке тоже, в США распространенный, Гао-Ян, Ухуа, Гоу-Лоу, Юн-Сунь, Цин-Лян, Дан-Джоу, это вот основные диалекты ЮЭ. Но они все взаимопонимаемы с кантонским, то есть, вот носитель тайшаньского языка понимает хорошо кантонский язык. Вот именно поэтому, в общем, считают, что стандарт это кантонский. Ну, также, значит, Пин-Хуа там такой есть, в центральной части провинции Гуан-Си. Гуан-Си там рядом провинция, соседняя провинция, и там язык Пин-Хуа. Он спорный, его иногда считали, что это ЮЭ, ЮЭ-ский язык, но вроде как с 80-х годов считают, что Пин-Хуа отдельный язык. Значит, провинция Гуан-Си, это просто рядом, в соседней области язык похожий. Некоторое время спорили, это ЮЭ или не ЮЭ, сейчас считают, что это не ЮЭ, это отдельный язык. Значит, в материковом Китае все образование ведется на Путун-Хуа, еще раз повторю. Однако в Гонконге и в Макао образование ведется на кантонском языке. Вот школа Гонконга, они такого не вводят, что нельзя детям говорить на родном языке, а там они нормально преподают на кантонском языке. Кантонский язык является престижным в Гонконге, они его воспринимают как нормальный язык, и вот этого всего третирования как диалекта, там и такого не наблюдается. То есть они считают, что язык это просто свой язык у них. По всему миру примерно 40 миллионов китайцев, которые говорят в диаспоре. То есть вот там 70 миллионов носителей кантонского, 30 миллионов где-то вот в Китае в самом, и 40 миллионов по миру. Они между собой именно на этом кантонском говорят, они все выходцы из этой Гуандуна. Вот в связи с этим фильмы все идут на самом деле на кантонском, гонконгский и так далее. Но он престижен, еще раз говорю. То есть они категорически отрицают, что это диалект северного языка, что вполне очевидно, и считают, что это свой отдельный язык. Вот это самосознание у них вполне есть, у эмигрантов. Так, о чем бы еще сказать. Телекомпания имеется у них, ТВС, Чайна, которая на кантонском. Радио Гуандун на кантонском. Но это даже в КНР. То есть в КНР все-таки эти самые устные языки допускают по телевидению, просто потому что население не понимает, если телевизор будет полностью на непонятном языке, какой смысл в телевизоре. Вот даже в провинцию Гуандун, несмотря на такую политику в школах, имеется телевещание на кантонском языке. Радио Гуандун на кантонском языке. Вот, ну, перехожу, собственно, это вот статус был, перехожу к характеристике самого языка. Значит, слог в китайской письменности обозначается одним иероглифом. Всего слогов ограничено количество, потому что ограничение на инициале и на финале. Ну, это во всем этом языковом союзе, то же самое в тайском, во вьетнамском и так далее. Ну, в общем, конкретно в кантонском 1760 слогов, это еще мы учитываем то, что они по тонам различаются, и 1760 слогов обозначаются 10 тысячами иероглифов. То есть, примерно на один слог 6 иероглифов, что позволяет одинаково звучащие понятия различать. Ну, в результате там с помощью иероглифов очень точно различаются слова. Вообще, китайский отличается тем, что гораздо точнее, на самом деле, все понятия. Им, видимо, сложно говорить на этих языках западных, которых много синонимов. И еще больше они уточняют за счет иероглифов. То есть, по-китайски, если записано, все очень точно. Поэтому я, кстати, для себя всегда предпочитаю китайскую запись. Сразу все понятиями и все очень точно. Ну, ладно. Значит, структура, собственно, слога такая же, как и во всем языковом союзе. То есть, слог состоит из инициали и финали. Или иногда они говорят инициали и рифма. Там, внутри себя. Значит, вот они инициали. Инициали сильно отличаются от потунхуа. Но все-таки тут нет звонких. Вот я говорю, что звонки, допустим, в шанхайском, в хунаньском сохранились. Как в кантонском, так и в потунхуа противопоставляются глухие и глухие с придыханием. То есть, там такая пара будет. Па-па. Та-та. Вот. Тем не менее, в северном языке, вероятно, под влиянием монгольского либо маньчжурского, произошло образование всяких шипящих. Вот по-китайски все время, что там такое-нибудь? Чао там. Ча. 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 Пишем мы, да, по-китайски, что там еще. Ща там всякое есть, да. Вот нифига такого не было в исходном языке, и поэтому нету в кантонском. То есть, в кантонском ца, ца и са. Вот всяких там ща там, всяких там сяо там. Вот этого нифига такой ереси нету. Ша там никаких нету. Ничего такого нету, никаких шипящих. Все эти шипящие возникли, по сути, в северном языке под влиянием, я думаю, тоже маньчжурского. Просто маньчжурский-то никто не знает, поэтому я и так вот приблизительно говорю, вероятно так. Значит, платальный у нас одна только я в кантонском языке. Зато у нас сохранилась заднеязычная инициаль, которая была еще в Парасе на тибетском, то есть на-на-на. То есть, мы говорим либо на, либо на. Так вот. Две у нас инициали носовые. Ну, три еще ма, да. Три. И еще есть лобиальные. Ко. То есть, даже вот есть такая придыхательная и лобиальная есть. Все остальное, в принципе-то, как в Путумхуа, да. Но специфика сильная. То есть, это очевидно отличается в произношении, когда шипящих нет. Что же касается у нас финалей, то они совсем сильно отличаются. Во-первых, есть огубленные Э и Ю, вот эти. Они идут полностью как финальные. Ну, когда Ю-то есть, короче, в этом. В Путумхуа-то есть Ню, да. Н. А, Э еще есть. Э есть. В этом, в кантонском Э есть. В кантонском нету большей части дифтонгов, в том числе дифтонгов с медиалью. То есть, вот всякие китайские типа Хяо, вот такого нету. То есть, вот там Тянь, там, такого нету. Зато есть инициали, которые кончаются на глухие взрывные. Ап, там, Тап, Гет, там могут они, это, кстати, с английского взаимствия, да, Пак, вот всякое там. Сунь-Ят-Сен, там, Чанг Кайшек. Вот это точно есть. Короче, вместо дифтонгов есть взрывные на концах слов. Также важное отличие есть долгие и краткие. Вот, опять же, возможно, Путумхуа-то упрощение под влиянием монгольского, потому что там в Путумхуане различаются долгие и краткие. А хотя нет, в монгольском же различаются долгие и краткие. Ну ладно. Не буду я теоретизировать. Короче, в кантонском различаются долгие и краткие совершенно очевидно. То есть, там можно А сказать, можно А. И это будет различать слова. Кроме того, там есть слоговой согласный, то есть, некоторые слова просто М. Причем, это грамматика будет. Или просто М. Вообще без гласного, просто вот М сам по себе и образует слог. Вот такое в кантонском тоже бывает. В кантонском. Ну вот, это основные различия. Правда, говорят, что... А, ну вот, значит, возникли всякие эти Ча, Ша, шипящие-то на севере возникли, говорят, только в XIX веке. То есть, еще в XVIII веке, когда старые записи делали даже пекинского языка, там не было этих Ча, Ша, Ша, там всяких. Тоже были, как они, как южные, как кантонские. Что касается тонов. Тонов в Гонконге 6, в Гуанчжоу 7 тонов. И иногда 9 тонов пишут, потому что тона в закрытых слогах отдельные. Ну, в принципе, вот система. Ну, что тут это? Вот, некоторые расщепляются. Допустим, низкие, может быть, низкие восходящие, низкие нисходящие. Допустим, различаются высокие нисходящие, низкие нисходящие. То есть, нисходящие-то, когда у нас падает, допустим, ха! Ну, и он у них может падать либо с самого верха, либо снизу. А на севере только сверху он падает. Вот. Ну, и почему-то они в закрытых слогах, я не совсем понял рассуждения китайских диалектологов. Что-то там они говорят в закрытых слогах немножко другой тон, поэтому иногда его тоже. Иногда 9 пишут. Ну, так вообще их 6 нормально. Причем у них могут быть тона, допустим, такое же слово, да? Там какой-нибудь ба, да? И вот оно имеет один тон в пекинском языке и в кантонском другой. То есть, не обязательно, даже когда тон такой же, то есть, тон, допустим, верхний, да? Или там тон, допустим, восходящий. Такой тон есть, допустим, в кантонском языке и в пекинском тоже есть. Но то же самое слово с тем же самым значением может иметь в кантонском другой тон. Уже не говоря о том, что есть правила сочетания тонов, и они отличаются для кантонского и для пекинского. То есть, если, допустим, мы в кантонском даже слышим такое же, собственно, слово. Как и в пекинском. Оно может иметь другой тон. Вот я об этом. Значит, письменность. Это я про фонетику. Вообще-то, короче, вот государственный язык Гонконга это китайский и английский. Два государственных языка. Китайский и английский. Что такое китайский язык, вот в таких условиях, когда там 10 китайских языков, непонятно. Там не уточнили в Гонконге, что путунхуа. Что государственный язык КНР это путунхуа. Так вот, в Гонконге, пользуясь вот этой неоднозначностью, могут в качестве китайского языка использовать и путунхуа, и кантонский. В разговорной речи они все говорят на кантонском. Политические выступления, всякие там политические агитаторы делают там на кантонском, в Гонконге. А в Гуанчжоу, естественно, на путунхуа. Кантонский язык там также в школах преподается. К чему все это я говорю? К тому, что у них есть развитая письменная традиция. Вообще, письменная традиция была давно. Ну, количество текстов на кантонском на третьем месте после веньяня и путунхуа. То есть, у них традиционно давно уже была всевозможная письменность на южном языке. Ну, в основном она какая была? То есть, на веньяне пишут что-то религиозное либо научное, а развлекательное пишут на местном языке, потому что, ну, как бы уже люди развлекаются, и что загружать голову древним этим языком архаическим. Кроме того, когда вот описывают речь, так сказать, обычных людей, там, каких-нибудь грузчиков, довольно странно, если бы грузчики, допустим, у нас в романе говорили на церковно-славянском языке. Но веньяне, например, такое же. То есть, это язык, на котором никто не говорит, и который ассоциируется с какими-то там древними мудрецами и прочей хренью. Поэтому еще где-то так в 15-16 века там начали писать романы вот об обычных людях на местных языках, в том числе на кантонском языке. Также у них была опера, тоже народный жанр, опера устный жанр, поэтому оперу тоже делали на местном языке. Веньянь вообще никак не произносился. И до сих пор, кстати, вот будет у меня этот курс, наверное, веньяне в следующем году, я буду произносить на Путунхуаеву. Потому что, на самом деле, официального произношения нет. Они произносили веньянь там у себя на кантонском. Вот эти, ну, иероглифы они читали, как они читают. Но грамматика там другая, и все равно, даже если они иероглифы читают на кантонском, веньянь не становится кантонским языком. Ну вот. Значит, у веньяне вообще нет произношения. Поэтому все устные жанры, в особенности опера и всякие песенки, они все, естественно, записывались на устном языке на кантонском. Ну, и споры были где-то в начале 20 века по поводу, какой язык выбрать, о чем я говорил, и выбрали северный. Тем не менее, вся традиция эта же все равно осталась, и Гонконг, а также вся диаспора продолжает использовать письменный язык. Ну так вот, значит, имеются специальные кантонские иероглифы, которые отличаются от потунхуа. Причем, эти иероглифы очень часто встречаются, потому что, допустим, в кантонском языке отличаются такие слова, как быть, нет, грамматическая частица посесива, они все другие. Вот, чтобы показать, что они другие, есть другие иероглифы, даже для таких вот вещей, как там, быть, нет, да, вот для всех этих слов есть другие иероглифы в кантонском. Местоимения там другие, и поэтому и другие иероглифы. Значит, имеется большое количество исконно-кантонских слов, причем некоторые из них древнекитайские, то есть некоторые из них более древние. Поэтому для слов, которые, так сказать, древние, они используют просто древние иероглифы. У них имеется манера, если звучание отличается иероглифы, то они придумывают все равно новый знак. Вот это не у всех. То есть у некоторых носителей кантонского, если значение слова такое же, они используют тот же иероглиф, что в Путунхуа. А некоторые, так как значение такое же, но звучание другое, они придумывают новый иероглиф. Это определенную нестабильность вводит, но в целом эти иероглифы все, в общем, так или иначе знают, там, их новые. Значит, они могут изобретать иероглифы логические. Допустим, иероглиф для лифта в кантонском языке много заимствований из английского, потому что англичане там где-то рядом. У них лифт будет просто лип, лип из английского. Так вот, они придумали иероглиф для этого слова лип своего машина и стоять. Совместили иероглифы машины и стоять, ну то есть по той же модели, как и все китайские иероглифы вот эти, которые образуются по значению. Вот они придумывают новый иероглиф по значению. То есть лип это машина, которая стоит. Вот сделали новые иероглифы. Но гораздо чаще они используют, допустим, фонетические заимствования. Много тоже в кантонском. Ну вот, кстати, почему видно, что потунхуа достаточно искусственный? Потому что в потунхуа мало заимствований. В потунхуа сочиняют всякие слова. Допустим, для автобусов в потунхуа говорят общая воздушная телега. Вот воздушная телега это, короче, автомобиль, а общее воздушная телега это автобус. В живом кантонском языке такого нет, они просто говорят басы. Ну то есть по-английски, да? То есть там в основном заимствование в кантонском для всяких новых понятий, такси там и так далее. А в потунхуа придуманы всякие искусственные слова, такие сложные. И такого в потунхуа очень много. Ну вот, получается, значит, разные записи и в кантонском в данном случае, если они заимствовали слово, то они используют транскрипцию. То есть они используют иероглифы, которые вот так же звучат, но в другом значении. Так как там рядом другие стоят, но в принципе такая же фигня есть в потунхуа, просто в кантонском ее больше. Потунхуа таким образом транскрибируют иероглифами имена собственные, а в кантонском большое количество заимствований, которые тоже так же транскрибируются. Значит, распространенный способ помимо вышеописанных образовывать новые иероглифы в кантонском языке, это добавлять рот. Ну вот, в принципе, примеры вывожу из Википедии. Значит, смысл какой? Правая часть иероглифа, это, короче, какое-то слово, которое звучит так же, но у него другое значение. Чтобы от него образовать новый иероглиф с другим значением, они добавляют рот. Рот означает, что это фонетическая запись. Фактически, да? Ну и вот такого очень много с этим ртом. Вот, в принципе, когда вот много таких ртов, сразу заметно, что это кантонский. Когда много иероглифов, у которых в начале квадратик. Потому что они просто от официального иероглифа образовали с этим квадратиком, чтобы, что сказать, что у них в кантонском языке другое значение, но звучит так же. Помимо этих всех ртов, воскрешения, старых иероглифов всяких, они придумывают новые совершенно другие также. И таких много, и совершенно другие они часто для грамматических частиц, то есть часто встречаются. При этом даже у них некоторые собственные эти радикалы получаются. То есть даже части иероглифов могут быть в кантонском вообще другие, которые не встречаются в Путунхуа. Но обычно все-таки части те же. Обычно все же из тех радикалов, потому что у них по радикалам словари, допустим, идут. Обычно новая комбинация радикалов, и получается кантонский иероглиф. Из-за того, что они насочиняли множество собственных иероглифов, а потом все перешли к набору на компьютерах многих знаков кантонских нет в Юникоде. В результате у них часто эрзац-запись. То есть они, когда набирают на компьютере, используют латинские буквы, сочетания всяких иероглифов, используют все-таки Путунхуа, как некий такой заменитель. То есть у них еще распространена эрзац-запись, а Путунхуа она упрощенная же, то есть там тоже сразу заметно, когда упрощенный иероглиф-то идет. Поэтому в Гонконге, допустим, система набора на компьютере такая, что они набирают по частям знака. В Китае везде они сначала набирают в латинской транскрипции в Пиньине, а потом программа преобразует в иероглиф. Это хорошо знают все, кто регулярно набирает на китайском. А в Гонконге из-за того, что у них много новых иероглифов и так не будет, они набирают именно по частям иероглифа. Это сложнее, но это позволяет всякие новые эти кантонские иероглифы тоже набирать, которых в Гонконге нет, допустим. Понятно, что много раз я говорил, что китайцам хорошо просто на латиницу поменять. Там есть тоже сторонники этого. И в любом случае, короче, системы транскрипции есть. Так вот, систем романизации кантонского много. Ну, как я уже говорил, Путунхуа тут тоже клип есть. В Путунхуа есть система романизации Пиньинь. Но она сама по себе, там Пиньинь довольно поздно у них появился в 20 веке. А, собственно, для кантонского первую романизацию еще в начале 19 века миссионеры разработали. 1828 год протестантский миссионер Роберт Моррисон выпустил словарь кантонского диалекта. Собственно, миссионеры первые описывали на кантонских диалектах, больше никуда не пускали. Вот первый китайский язык, описанный европейцами, 1828 год, кантонский диалект, и он сразу предложил там систему романизации. Дальше выпустили китайскую хрестоматию кантонского диалекта, где тоже все новая романизация была. 1941 год использовали романизацию, основанную на международной фонетической транскрипции для кантонского. Дальше есть практически сейчас официальная романизация Ют Пхин. Ют Пхин, она в Гонконге сравнительно уже общепринятая. Потом они просто могут писать на Пиньине, то есть на той же романизации, что и в Путун Хо, что определенное единство позволяет использовать. В целом, короче, можно сказать, что разнобой. Ют Пхин официально продвигается властями Гонконга. В школах для обеспечения все-таки хоть какого-то единства с общим Китаем Пиньин часто используют для романизации кантонского и, в общем, никакого стандарта на самом деле нет. А носители предпочитают использовать иероглифы, потому что они привыкли. То есть вместо того, чтобы ввести тогда для кантонского языка латинский, они сочиняют доебенной матери новых кантонских иероглифов, никому непонятных, и наслаждаются этим. Но, с другой стороны, говорят, что тут интересно, все-таки это творение иероглифов прямо вот в живом режиме позволяет понять психологию китайцев, как они, допустим, эти иероглифы делают, как они их воспринимают. То, что когда они новые иероглифы придумают, явно же они делают, исходя из своего вот этого языкового сознания иероглифического. То есть говорят, что научно это интересно, но вообще зачем они это делают? Вот, казалось бы, новый язык, да? Но сделай ты его, блядь, на латинице и не парься. Нет, вот новый язык, они будут иероглифы для нового языка. Нет, они еще, блядь, 2000 новых придумают этих значков и еще усложнят ситуацию. Но вот так вот у них психология лингвистическая. Этот феномен по-разному объясняется и до сих пор о нем спорят. Ну, значит, дистрибуция у нас в разных других странах во вне Китая преобладает во всей диаспоре, потому что вся диаспора там была с юга. Хуачао это называется. Значит, в Канаде полностью доминирует кантонский, в Малайзии полностью кантонский, но где-то параллельно с южно-минским. Сингапур, в принципе, китайская территория, там доминируют южные языки, но не кантонские. Значит, в Сингапуре где-то 40% южно-минский, и на южно-минском там говорит весь истеблишмент в Сингапуре, все самые такие богатые. Потом там 20% чаошанский язык, вот 15% кантонский, еще там хакка 8% и хайнаньский 7%. То есть в Сингапуре смешанные китайцы, которые говорят на разных языках южной группы, и правительство, тем не менее, вводит путунхуа, на котором не говорит там ни один человек. Правительство вводит мандарин, у которого ноль носителей в Сингапуре, и вводит довольно жестко. В частности, в 1979 году они запретили телевизионные и радиопрограммы на диалектах, чего не делают даже в коммунистическом Китае. То есть телевизор тоже долбанят на языке, на котором никто не говорит. Вот чтобы ввести общий язык и, так сказать, общекитайское единство. В Сингапуре так жестко проводится. Гонконгские сериалы идут, конечно, на кантонском. Так вот, они там вырезают эти звуковые дорожки и дублируют это на путунхуа. Даже запрещено показывать гонконгские сериалы в оригинальной форме, хотя именно их население хорошо понимает. Они на таком же языке, допустим, на кантонском или похожем, потому что они там южные, похожие. Хотя бы на понятном языке сериал идет из Гонконга, и то, короче, в Сингапуре вырезают дорожку, ставят путунхуа, сидите, суки, учите, блядь, пекинский. Такая, такая вот херня там происходит. В Великобритании тоже кантонские или хакка, и там у них хорошее языковое сознание, и там они обучают детей на кантонском. В США тоже практически весь, кстати, поток эмигрантов из Китая в США идет на Гуандуне. Вот в результате кантонский в США стандарт китайского фактически. В результате мы на американских сайтах все время предлагают там, допустим, учить путунхуа и кантонский, потому что кантонский как бы вот это то, на чем реально китайцы американские говорят, ну а путунхуа понятно, что вообще там стандарт китайского надо. И много образовательных программ с этим кантонским, в этом плане США только, в общем-то, и вытягивает. Ну, пожалуй, в общем и все тогда про кантонский язык. В общем, по-моему, все аспекты более-менее осветил.